Ну что же, мы продолжаем. Я смотрю, что зачитался вашими выводами. Очень интересно наблюдать за тем, что Костникова для себя что-то вынес с выступления. Кстати, обратите внимание, что слушая разных людей, чем интересен еще сам форум и формат его проведения, то что по большому счету, возможно, здесь, если вы приглашаете свою команду, и они вместе с вами слушают выступления, даже сейчас я не говорю о лидерах, топ-лидерах, это, конечно, отдельная тема. Я просто говорю о том, что разных людей. То иногда срабатывает такой интересный эффект, кстати, им часто, скажу вам по секрету, пользуются лидеры, когда организуют какие-нибудь мотивационные или большие мероприятия и договариваются о том, что нужно донести команде. Сейчас поймете, о чем идет речь. То есть иногда, когда кто-нибудь из вас сталкивался с тем, что вы что-то пытаетесь объяснить своим людям, своей команде, повторяете из них это изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, ощущение, как будто они вас не слышат. И интересный момент, что бывает другая страна, когда они же, ваша команда, приходят на какое-нибудь мероприятие, слушают выступления какого-то другого человека со сцены, да, и он по большому счету говорит все то же самое, о чем вы старательно утвердили и старались донести до своей команды на протяжении всего этого времени. Но они вас не слышали. А тут после выступления они подбегают к вам с горящими глазами и говорят, дошло, я такое услышал, я такое увидел, я такое понял. И вы так вот про себя смеетесь, говорят, ну я же вам об этом на протяжении уже целого года говорил, не слышали. Вот чем интересен формат форума, то что, объединяя усилия многих лидеров, каждый по большому счету, ну может быть даже где-то темы пересекаются, да, но все равно он пропускает рассказ через свою историю, через свой опыт. И иногда вот есть этот смысл использовать, что если вы хотите донести какую-то информацию до своих людей, что они вас просто, возможно, перестали слышать, приводите их на выступление к другому спикеру, к другому лидеру, вот, например, на онлайн-форум, и, возможно, вот тут у них, как это говорится, жетон-то и провалится. Ну это была такая небольшая вводная, а сейчас я хочу уже приступить к тому, чтобы представить нашего следующего спикера. И до этого мы говорили про поколение, что разница в поколении, и в каждом случае есть смысл использовать, ну, какой-то свой подход и учитывать вообще все эти особенности. А сейчас давайте перейдем к такой интересной, любимой, где-то наболевшей теме, это работа, или к вопросу такому, работать в интернет или вживую, онлайн или оффлайн. Я постоянно вижу вот это такое противоборство, что лучше, что хуже, старые методы не работают, но впереди новые технологии, кто-то идет в эти технологии, там не получается, возвращается в старые, ну как в старые, хотя в кавычках старые, знакомые, понятные, известные. И все равно какое-то идет такое метание, что выбрать, вроде бы все идут в интернет, а может быть не надо идти в интернет. А вот это вообще, кстати, пугает, потому что, ну, смотрите, сколько всего и с какой скоростью все это развивается. И часто вот в этой суете упускает самое важное, по моим наблюдениям, это перестает работать с людьми, перестает заниматься тем, что является самым важным в работе любого дистрибьютора, любого консультанта, любого лидера. Это работа, я бы так сказать, оттачивать навык выстраивания определенных отношений с людьми, партнерских отношений, которые бы приводили к увеличению объема продаж, к увеличению команды, группы, рекрутов, к росту по карьерной лестнице и так далее и тому подобное. И вот, конечно, надо как-то все это совмещать, то есть говорить однозначно, что работать нужно только вживую и не использовать интернет, это уже некорректно. Говорить 100%, что надо использовать только интернет, от всего старого отказаться, это тоже, ну, как-то в чем-то здесь есть какой-то подвох. А вот как найти в этом баланс, вот, мне кажется, вы сегодня сможете узнать, потому что следующий спикер – это Ольга Кирильчок, топ-лидер компании Reflame Украина, которая как раз и выступит с темой и раскроет вам вот эти секреты совмещения оффлайн или онлайн технологии. Итак, Ольга, я передаю вам слово, подключаю вас к прямому эфиру, и, пожалуйста, всех участников, кто уже готов встретить Ольгу, как-то отразите это в чате. Ольга, все, вас слышно, можете приступать, я передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно быть частью такого масштабного форума на две страны, и я думаю, что нас слышат не только две страны, а гораздо больше консультантов, и я в восторге от того, что я тоже смогу быть вам полезна и внести свою лепту в ваше развитие, в ваше понимание той индустрии, того бизнеса, того глобального масштабного бизнеса, который предлагает нам Reflame. И вы увидите, может быть, еще какие-то грани для себя, которые позволят вам по-другому относиться, еще больше людей приводить в этот бизнес, еще больше доверять вашим спонсорам и использовать разные методы работы, потому что мы с вами, как говорила Светлана, многие на стыке поколений. Я пришла в Reflame в 26 лет, и за это время от городских телефонов перешли к первым мобильным телефонам, теперь к первым смартфонам, и эти технологии не стоят на месте, развиваются, и мы должны за всем этим успевать. Но сегодня мое выступление посвящено тому, без чего невозможно двигаться в этом бизнесе, что является фундаментом и основой бизнеса, на каком бы уровне вы ни были, и без чего невозможно стать директором компании Reflame. Если меня слышно и видно, я буду рада, если вы отреагируете в чате, поставите плюсики, а я сейчас подключу презентацию и смогу еще показать вам слайды, которые я приготовила. И, знаете, интересно то, что сейчас, сегодня 1 декабря, мы с вами вступили в зиму, и сегодня, если единицу прибавить и 12, то получается число 13, которое говорит о том, что сегодняшний вебинар никого не оставит равнодушным, и вы идете с новой информацией, которая даст платформу для новых успехов. Появились слайды, и я хочу немножко рассказать, кто на этих слайдах. Я рядом со своим мужем Анатолием Кирилльчуковым, золотой директор компании Reflame. Я сапфировый директор компании Reflame. И вот мне кажется, очень важно, что объединяет нас всех в Reflame, это семейные ценности компании. И моя формула успеха – это счастье в семье в четыре руки, и счастье во много рук – это командный бизнес компании Reflame. И на этом, на слайде есть фотография лидеров моей команды, и если вам видно, то за их спиной есть такое слово «будь». Это одно из составляющих успеха, формулы успеха – сначала быть, а потом иметь. Потому сегодня моя презентация посвящена основам бизнеса, формуле успеха, без чего невозможно стать успешным. И это прежде всего две составляющих – лидерство и ценности. И Александр совершенно прав в том, что многие спикеры уже говорили об этом. Но это то, без чего нельзя построить свое авторство, свой бренд, свой проект раскрутить, если у вас нет лидерства. И если у вас ценности не совпадают с ценностями компании прежде всего и вашей команды. Мой проект называется «Сам себе директор». И мы сразу отсеиваем тех людей, которые не берут на себя ответственность. То есть эти люди становятся нашими любимыми пользователями. Но только те люди, которые берут ответственность за себя, за других, за результат команды, они становятся директорами. За что можно брать ответственность? Прежде всего, это ответственность перед собой за качество своей жизни, за жизнь и образование своих детей, достаток вашей семьи, свое настоящее и будущее. И, конечно, ответственность за свою мечту, чтобы она не осталась мечтой и запылилась на полках, а она воплотилась в жизнь. Вы сейчас на слайде увидите табличку, которая поможет вам определить, кто перед вами, человек ответственный или нет. Человек ответственный прежде всего отличается мышлением. И лидерство выражается в трех фундаментальных таких пластах. Мышление отличает лидеров, действия отличают лидеров, видение цели и результата. Но как же определить, перед вами лидер или нет? Одним из критериев является ответственность. Это десятибальная шкала. На нуле этой шкалы будет такое состояние, как жертва. И мы с вами часто встречаемся с людьми, в разговорах слышим, что кто-то виноват. Компания не такой продукт, не те условия. Или я пробовал, у меня не получилось. Но это еще не самый худший вариант. Но в словах будет перенесение ответственности на кого-то. Или человек берет ответственность полностью на себя и всегда будет вести свой диалог с позиции «я это сделаю, я готов обучаться, и никто не виноват в том, что у меня не получилось», а будет искать возможности. Если вы приемлете эту схему, и вам она понятна, поставьте плюсики в чат, я буду понимать, что мы с вами на одной волне. Что касается действий. Одним из критериев является опыт. Если человек делает много действий, то он получает жизненный опыт. Или он оправдывается. Для меня всегда была формула успеха и таким жизненным кредо лучше сделать, чем оправдываться. И это тоже лидерское качество. Видение целей результата. Такой человек-лидер всегда сфокусирован на задачах. Он говорит об идеях, о их воплощении. Люди не готовые к лидерству. Может быть, это растущие лидеры. Их тексты, их высказывания будут меняться по мере того, как они развиваются, попадают на такие замечательные семинары, читают книги и учатся успешных людей. У таких людей нет планов, у них туман в их целях. Они не понимают, чего они хотят, потому постоянно чем-то могут быть недовольны. И такие люди часто обсуждают людей, а не идеи и задачи, которые нужно ставить перед собой, перед командой. Мы с вами сейчас просмотрели эту табличку и перейдем к другой. Мне очень понравилось выступление спикеров, которые говорят, что очень много есть инструментов, которые помогают нам разложить на полке многие понятия и вещи. И вот я старалась приготовить презентацию в табличках, чтобы вам было еще понятнее, смотрибельнее, и что-то можно было отскринить и оставить себе в папочку для работы со структурой. Ценности. Как их определить? Я думаю, что с лидерством, мышлением и действиями и целями мы с вами разобрались. Как же определить ценности? Я задаю простые вопросы. Чем вы гордитесь? В жизни, если это новичок, который еще стал только на путь бизнеса, и в бизнесе, если это уже опытный менеджер? Я всегда прислушиваюсь внимательно к ответам. И мерилом для меня самой является основатель компании Роберта Фьокник. Человек с большой буквы. Я вам расскажу маленькую историю о том, как на одной из золотых конференций я первый раз встретилась с этим человеком и прошла мимо, даже не заметив, что это основатель компании. Не было вокруг него охраны, не было на нем каких-то суперодеяний или что-то говорило о том, что он миллиардер или человек суперуспешный. Вот эта простота и то, что эти люди находятся среди нас и так близко, было первым, что меня поразило. Второе, и еще более мощное впечатление на меня произвело, то, как после большого банкета очень большое количество людей было готово и поставили себе за цель сфотографироваться с основателем компании. И прошел час этих фотографий, прошло два часа этих фотографий. Мне казалось, что уже не осталось ни одного человека, который бы не сфотографировался. И Роберт улыбался и готов был сфотографироваться со следующими-следующими лидерами. И вот уже утомленные фотосессии и удовлетворенные люди разошлись, и Роберт садился в машину, и когда бежит еще одна девушка, которая не успела сфотографироваться, и говорит, Роберт, Роберт, фотофор мембе, фотография на память. И Роберт выходит из машины и с ней фотографируется. Вот такое отношение к людям, вот такое уважение к людям, несмотря на то, что вы основатель компании, несмотря на то, что вы лидер, директор на своем уровне, что вы владелец офиса, может быть, что вы владелец большого тысячного бизнеса и уже плотные купюры, денег лежат у вас в кармане. Вот это отношение к людям меня тогда поразило. И я думаю, что если вы встречаете своих людей в офисе, если вы готовы откликнуться и вы настоящий партнер своей команды, вот эти ценности нужно вносить, и они являются фундаментом для того, чтобы ваш бизнес был успешным и в него входили все новые и новые партнеры. Ради кого я готов действовать и достигать новых результатов? Это та мотивация, которая никогда не заканчивается. И если рядом с вами есть люди, ради которых вы готовы открывать новые уровни, ездить на новые и новые конференции, это всегда будет источником вашей энергии. И ради чего? Многих людей мотивируют материальные вещи. И это замечательно, потому что очень много красивого в этой жизни. И можно ходить с закрытыми глазами и не видеть туристические агентства, красивые машины, шубы, качественную одежду, прекрасные кулинарные изделия, даже какие-то мелочи, мелкие радости на каждый день. Но нужно это замечать и к этому стремиться. И если это будет вас вдохновлять на новый рекрутинг, на приглашение новых людей, это просто замечательно. Потому лидерство – это самомотивация. Люди, лидеры, всегда знают ради кого, ради чего они утром просыпаются и делают иногда сложные для себя вещи и преодолевают трудности. И если в вашей команде появятся люди, которые не будут с вами разделять эти ценности, они уйдут. И к этому нужно тоже спокойно относиться. Потому что вы сейчас слышали выступление о том, что люди приходят с разными, разных поколений. Им важно разного достичь. Но я думаю, что любой, кто прикоснулся к ценностям компании «Арифлейм», ушел из нее богаче. А кто остался, тот развивается и обязательно достигнет самых высоких результатов в своей жизни. Мои ценности – это моя команда, моя семья, мое качество жизни и мой жизненный проект. Я хожу на работу, или как это у нас называется, я каждый день в бизнесе с большим удовольствием. И это большая свобода. Свобода, когда ты каждый день живешь в полную мощь и получаешь от этого удовольствие. Потому что очень важно найти свой жизненный проект, приносить людям пользу и наполнять качество своей жизни своими свободными выборами. От чего же зависит свобода наших выборов? Мы многие из тех поколений, когда стыдно говорить о деньгах. Нас учили скромности. Но сейчас другое время. И очень многие люди говорят о доходе. И мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас написали, сколько денег вам нужно для счастья. И я думаю, что сейчас в чате появятся совершенно нескромные цифры. И тот слайд, который у вас перед лицом, он говорит о том, что есть обязательные платежи, которые мы просто обязаны оплачивать государству, налоги, коммунальные платежи. Есть обязательные расходы. И чем больше у вас остается свободных денег, тем более вы свободны. Финансовая свобода дает и другую степень свободы. Когда можно улучшать, в колесе жизни, которое сейчас появится у вас на слайде, улучшать все грани своей жизни. Все сферы своей жизни. И я думаю, что никто не будет против удвоить ту сумму, которую вы написали. Потому что если вы сегодня думали о какой-то конкретной покупке, то я уверена, что вы не подумали о своем отдыхе. Вы не подумали о том, как вы можете помочь своему окружению. Вы еще не все обдумали, что вы можете сделать мелкие, приятные и крупные подарки своим любимым. Я думаю, что вы еще не подумали об инвестировании. Вы еще не отделили часть денег на благотворительность. И, конечно, вы еще не попали на семинары к самым успешным людям, а это тоже часть денег, которую нужно инвестировать в свое развитие. Потому смело удваивайте свои цифры. И я думаю, что такие цифры будут вас мотивировать. И подумайте о том, какой доход, на каком уровне эти доходы соответствуют нашей лестнице успеха. И мы не случайно с вами встречаемся в конце года, потому что сейчас самое время планировать, как я закончу свой год, сколько партнеров в моей первой линии, сколько партнеров у меня в глубине, и какие планы я строю на следующий год. И мы с вами говорим о том, что формула успеха — это всегда наличие свободных денег, это всегда стремление к финансовой свободе и всегда работа над тем, чтобы все сферы жизни развивались гармонично. И немножечко мне хотелось поговорить с вами о мотивации. Мы всегда говорим, что какие-то вещи нас мотивируют, нас заставляют, нас стимулируют, являются рычагом к нашим действиям. И может быть, кто-то еще не знает, что мотивация бывает от чего-то и к чему-то. Я визуал, очень люблю картинки, и я приготовила вам несколько слайдов, которые помогут вам в этом разобраться. И сейчас вы видите две картинки старости. К сожалению, время летит очень быстро, и мы с вами с каждым годом становимся зрелыми, мудрыми и богатыми в Арифлейм. Какая картинка вам нравится больше? И что вы готовы делать, самое главное, чтобы в своей жизни нарисовать свою картину, своей обеспеченной, здоровой, счастливой, семейной, такой благополучной старости? На следующем слайде еще одна мотивация от и к. Вы видите молодое, красивое лицо, и через какое-то время происходят процессы старения, и мы зарабатываем первые морщины, никто еще не поборол земное притяжение, потому только компания Арифлейм своими новыми лифтинговыми сериями Nova Age позволяет нам с этим бороться. Это тоже мотивация очень многих женщин, быть молодыми в любом возрасте. Если это так, дорогие женщины, поставьте смайлики, восклицательные знаки, что мы всегда хотим быть красивыми, молодыми, хорошо выглядеть и нравиться мужчинам, которые с нами рядом. И вторая картинка говорит о том, что можно уходить в своей жизни от ситуации, когда у тебя пустой кошелек, и стремиться к бизнесу, который дает постоянные растущие доходы. И это наш с вами бизнес, бизнес компании Арифлейм. Мы сейчас несколько слайдов посмотрели о мотивации. Без мотивации невозможно лидерство, без мотивации невозможна формула успеха. Находите свою мотивацию. В этом вам помощь коллажи, картинки, красивые глянцевые журналы, и, конечно, путешествие с компанией Арифлейм за границу, когда планка взлетает намного высоко, и вы приезжаете домой и делаете ремонт, что-то пытаетесь поменять, зарабатывать больше и перенести часть этой красивой жизни в свой быт, независимо, из какой страны вы приехали. И вот еще один слайд, который тоже поможет вам разобраться в той ситуации, в которой вы находитесь. Моя презентация называется «От классики к модерну». То есть «От базовых вещей до современных технологий и ускорения вашего бизнеса». Но очень важно понимать, в какой ситуации находитесь вы сейчас. И вот такая фраза всегда помогала мне провести планерки со своими менеджерами и сделать, задать вопросы самой себе. Если вы видите сейчас на слайде, прочитайте и запишите для себя в блокнот такую фразу «Никто не идёт в мой бизнес». И подчеркните, пожалуйста, в этой фразе вот то слово, которое больше всего вас цепляет. «Никто не идёт в мой бизнес». И где-то вы всё равно резонируете больше со словом «Никто» или «Не идёт» или «В мой бизнес». И я хочу вам сделать маленькую подсказочку. Если вы реагируете на слово «Никто», то прежде всего в данный момент вы отошли от рекрутинга. Он сейчас не на должном уровне. И нужно обязательно увеличить статистику рекрутирования. Если говорить о классике, то я сама работаю офлайн. И каждый день 10 контактов занести в блокнот, найти, позвонить, сделать 10 звонков для того, чтобы были горячие звонки. Это просто норма. Если говорить об интернете, то если вы не отправляете 500 сообщений, то это вообще ничто в интернете. Потому бизнес и оффлайн, и онлайн, он имеет свою статистику. И если вы резонируете на слове «Никто», то подумайте о статистике вашего бизнеса. «Не идёт». Здесь нужно взять листок и написать «50 выгод, почему я сотрудничаю с Арифлейм». Если напишите «Больше», это ещё лучше. Но 50 – это тот минимум, который сделает вас мотивированным, который сделает вас уверенным, который поможет любому человеку дать возможности Арифлейм с наибольшим раскрытием потенциала и выгод сотрудничества. В мой бизнес. Очень многие люди приходят к нам, мало зная о бизнесе, ещё не представляя себя директором, кто ещё никогда не был руководителем, и не готовы к управлению большими организациями. Потому мой бизнес – это прежде всего ваша собственная самооценка, это готовность вести за собой людей. И если вы резонируете на этой части фразы, то вам нужно почитать литературу, вам нужно посетить мероприятия и повысить собственную самооценку. Я предлагаю вам вести дневник успеха и записывать туда самые, казалось бы, маленькие свои успехи. Но это будет накапливать в вас потенциал, и вы всегда будете с новичком вооружены своим жизненным опытом. И вы будете понимать, что именно в ваш бизнес, как к опытному лидеру, могут прийти и должны прийти новые партнёры. Мы переходим к следующему слайду. Если кто-то готов поделиться, то в чате вы можете написать, какая же часть фразы больше вас зацепила. Я продолжаю с вами анализировать, и для меня было большим открытием такая табличка, такая возможность анализировать свой бизнес, как свод-анализ. Очень многие компании, это бизнесовый инструмент, очень многие компании рассматривают состояние, сегодняшнее состояние бизнеса через вот эту табличку свод-анализ. свод-буква С, это сильные стороны. Буква W, это слабые стороны. О, это возможности, opportunities, возможности. И буква Т, это угрозы. То есть мы находимся с вами не в идеальных условиях, потому очень важно трезво оценивать реальность и понимать четко свои сильные стороны и слабые стороны, и что являются большими возможностями. И мне очень понравилось, что очень многие говорили о том, что все можно улучшить. В какой бы точке бизнеса вы сейчас не находились, благодаря тому, что вы приняли решение, благодаря тому, что вы сегодня на этом вебинаре, все можно улучшить. И в этом прелесть нашего бизнеса. Мы не пришли на один день в Арифлейм. Я в бизнесе уже 16 лет. И в мой бизнес уже пришли мои дети. И в этом новые возможности моего бизнеса. И специально я вынесла вот те возможности, о которых чаще всего я говорю. Именно сейчас, именно в наше время. Что экономика сейчас заставляет людей искать дополнительный доход. Мы с вами говорили сегодня о тех свободных деньгах, которые можно инвестировать, которые можно откладывать, которые можно делить между разными сферами своей жизни. И чем больше этих денег, тем человек более свободен. И у него есть ощущение счастья и удовлетворенности своей жизни. Сейчас сезон подарков. Мы с вами та компания, которая предлагает качественный продукт в большом ассортименте. И те подарки, те наборы, которые предлагает компания просто в каталоге, они уже имеют свою ценность. Но я думаю, что это момент творчества. И мы с вами от мелких до дорогих подарков имеем возможность предложить нашим клиентам на любой кошелек продукцию компании Reflame. Все пользуются косметикой. То, что наши продукты заканчиваются, и мы как консультанты просто жизненно необходимы, это является бесконечной возможностью находить новых и новых клиентов и партнеров. Возможность пользоваться продукцией от производителя по высочайшим критериям качества и доступным ценам. Строить карьеру, путешествовать, строить бизнес и получать пассивный доход. Я хочу сказать о том, что 4 года назад мой муж пригласил в бизнес Анну Черну. И это сейчас исполнительный директор компании Reflame. Я думаю, здесь очень многие люди знают Анну, и я не удивлюсь, если здесь ее есть структура. Это наш бизнес-партнер, это лидер с большой буквы, это звезда мировой величины, это человек, который работает последними технологиями и развивается просто с космической скоростью. От банкета директоров до сегодня новых 85 директоров. И три открытых новых бриллиантовых звания, которые и в России, и в Украине. Потому я очень уверенно могу говорить о пассивном доходе. И всем вам желаю найти партнеров самостоятельных, самодостаточных, готовых двигать свой бизнес в интернете или офлайн и говорить о своем авторстве. А у вас будет возможность дать им базу бизнеса, которая позволит им творить и строить уже свои методы работы. Что важно при подборе партнеров? Еще одна табличка, она уже на сегодня последняя, которая, я думаю, тоже пригодится вам для того, чтобы вы могли определить, готов человек развиваться или не готов. Вот четыре состояния. Хочу, но не могу. И я в скобочках написала, что это новички. Они приходят с горящими глазами, они верят в работу в интернете и в офлайн. Они выходят на анкетирование, они делают рассылку, открывают странички. И очень важно быть здесь рядом, сопровождать и помочь человеку преодолеть первые разочарования или какие-то первые трудности или работу с возражениями. Но состояние «хочу» и высокой мотивации однозначно связано именно с новичками. Следующее состояние. Когда могу, но не хочу. Не все люди готовы бежать длинные дистанции. Не все люди могут дождаться своего действительно большого результата. Потому здесь тоже очень важно сопровождение. Очень важно быть рядом. И те менеджеры, которые застряли на каком-то своем уровне небольшом, потому что чем выше уровень, тем уже деньги являются мотивацией. А вот на маленьких уровнях 3, 6, 9, 12, 15 процентов, если люди застают, здесь очень важно мотивационные мероприятия, мотивационные книги, ролики и мотивационное сопровождение. И есть такое состояние, когда человек и может, и хочет. Это ваши лидеры, это ваши директора, это ваши люди, золотые кораблики, которым можно, с ними можно быть в партнерстве и совместно проводить большие мероприятия, проводить совместные вебинары. Люди со своей точкой зрения, со своим почерком в бизнесе. И для меня самый важный квадрат, когда не хочу и не могу. Вы знаете, я очень много лет, просто лет потеряла на то, чтобы из тех, кто не хочет и не может, сделать директоров. И мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас прошлись по всем четырём квадратам. Но если человек не хочет, и вы ему даёте задание, а он и не может, не готов обучаться, тогда просто не тратьте, не вкладывайте свою колоссальную энергию любви, потому что мы все движемся именно на любви к людям, на любви к компании, на любви к продукции. Не тратьте свои просто тонны энергии и любви на таких людей. Работайте в первых трёх квадратах. Когда хотят, но не могут, научите. Когда могут, но что-то не получается, посопровождайте и промотивируйте. И будьте рядом, и партнёрами гордитесь, и поздравляйте на банкетах тех, кто может и хочет. Скажите, пожалуйста, как часто или кого больше, сколько процентов в вашей структуре людей из разных таких категорий? Напишите, сколько из первого квадрата, второго, третьего, и есть ли у вас четвёртый квадрат? Я думаю, что вот когда вы оденете на себя этот квадратик, вам сразу станет понятно, в кого нужно вкладывать свою силу, энергию, кого нужно выращивать, а кто-то просто чемодан без ручки, и не стоит на него тратить своё время. Это реалии бизнеса, потому очень многие в оффлайне тратили много лет на какое-то одно звание, вкладывая не в тех людей. У лидера должна работать интуиция, и самое главное, наш бизнес делается не словами, а делами. Смотрите, что человек делает. Говорить могут разное, а что он делает – это лучшие показатели, лучшая метрила. Ну и система работы оффлайн и онлайн, они настолько едины в том, что они состоят из системы приглашения, из системы сопровождения, из системы обучения. И если вы хотите высоких званий, то у вас обязательно должна быть система выращивания лидеров. Не бойтесь делегировать, не бойтесь доверять. Давайте возможность роста для своих менеджеров. Поручайте им презентации, блоки презентаций, вебинары. Пусть они записывают ролики на Ютубе, запускают каталог, пусть делают ту часть лидерской работы, которая является двигателем, которая нарабатывает их авторитет. И лидеры – это те люди, которые, я уже говорила, быстро восстанавливаются, любят смену деятельности, и которые не боятся трудностей. Потому ни в коем случае не бойтесь, что вы их перегрузите, и они уйдут из бизнеса. Наоборот, вот такое напряжение для них более интересно, чем такая, знаете, работа в каком-то болоте. Потому я думаю, что это является базой и для оффлайн, и для онлайн. И там, и там есть напряжение, есть задачи, есть скорость, и есть статистика. И система мероприятий. Так получилось, что когда я приняла решение работать активно в интернете и взять какие-то элементы этой системы, я провела обзвон, попросила лидеров провести обзвон и спросила те каналы коммуникации, по которым людям легче всего получать информацию от компании. И так оказалось, что очень многие в моей структуре, скажем, 80%, еще не готовы были работать в интернете. То есть это люди чуть-чуть постарше и уже компьютер им не дают дети. Они еще не знают кнопочек вкл-выкл или не знают браузеры и какие-то для них страшные слова, которые связаны с развитием в интернет. Потому если ты с этими людьми сделал свои высокие звания, если эти люди любят продукцию компании Reflame, являются лояльными и преданными, то как можно оставить этих людей? Потому в моей системе есть мероприятия, которые мы проводим в офисе, которые мы проводим в кафе, которые мы проводим в саунах, на мастер-классах. И, конечно, мне очень хочется омолодить свою структуру, привести новых амбициозных лидеров и дать возможности Reflame молодежи. Я слушала Дмитрия Шевчука и в восторге от того, как у парня в 17 лет 44 тысячи гривен зарплата. И я думаю, что любая мама хотела бы, чтобы сын был руководителем, развивался, имел достойные деньги для того, чтобы содержать свою семью и перспективы путешествий, развития и обеспечивать и родителей в том числе. Потому я работаю, я совмещаю через мастер-классы, делаем красивые фотосессии и выкладываем это в интернете. Вот эти мероприятия можно проводить и в оффлайне, и в онлайне. Мои лидеры проводят презентации в офисе и запуски каталогов, записи видеороликов на YouTube. Мы делаем семинары, встречи с психологами, обучение с экспертами, с косметологами, с людьми, которые нам продвигают, как эксперты Wellness в офисе, а также эти записи и записи вебинаров выкладываем в YouTube. Потому очень хорошо совмещается и одно, и другое, и люди обладают навыками двух инструментов. Но если человек не готов брать на себя ответственность в офисе, он не пойдет в интернет и не будет туда запускать свои ролики, он не откроет свой канал на YouTube. Поэтому ответственность, лидерство, ценности – это остается базой. И, конечно, у нас есть чаты, которые позволяют быстро, оперативно обмениваться информацией в группах, в контактах, в одноклассниках и чаты в скайпах. То есть мы пользуемся современными интернет-технологиями для коммуникации, потому что структура разрастается, и уже просто на телефоне невозможно передать 5-6 страниц текста с распродажами. Хотя мы активно пользуемся сейчас вайбером и ватсапом. Ничего не стоит на месте, и все это нам в помощь. Мастер-классы с фотосессией. Набор группы по визажу. То есть набор группы по визажу, обучение. Вот сам себе директор – это бизнесовое название нашего проекта. Сам себе визажист – это подраздел. И мы обучаем молодежь. Молодежь – это 11-е классы выпускные. Это женщины, девушки, которые хотят знать беспроигрышный цвет своей помады, как за собой ухаживать. Мы приглашаем и из интернета, и из офлайна по рекомендациям на свои группы по обучению. И затем видеоролики с приглашением, фотосессии с фотографиями. Вот такие прекрасные модели выкладываем в интернете, собираем лайки и реагируем, и переписываемся, уже сопровождаем тех людей, даем информацию, кто на это был спровоцирован красивыми фотографиями. Независимо от сезона, летом, это осенью или зимой, мы проводим фотосессии, проводим мастер-классы. То есть два мастер-класса в каталог – это информация о запуске, информация о подборе индивидуально, и обязательно блок о бизнесе с блоком о том, что мы берем рекомендации. Поэтому мы здесь совмещаем и офлайн, и онлайн. И сопровождение после мастер-класса – это тоже важно. Человек получил много эмоций, много впечатлений, много ощущений, и очень важно написать ему карту красоты и сформировать его покупки. Затем менеджеры следят, когда какое средство попадает в скидку. И уже договариваясь с клиентами, консультантами, а затем и с будущими дистрибьюторами договариваются о том, когда им лучше и на какую сумму приобрести. Время разное, люди приходят к нам с разными возможностями, но нет тех женщин, которые бы не хотели повторить тот образ, который у них есть на фотографии, запечатлен в то мгновение, когда они очень красивые. А у нас есть возможность благодаря косметике Арифлейм подчеркнуть самые сильные стороны нашей женской красоты. Мы проводим анкетирование с подбором помад на день города, просто выходя на площадки, в парки. И вот прямо на улице мы можем через пробники подобрать человеку помаду и сфотографировать, и затем взять страничку соцсети для того, чтобы выслать фотографию. Это такой крючочек и возможность затем коммуницировать с человеком в будущем и подготавливать, подогревать его к регистрации. Потому у меня есть такая формула, если человек тебе не доверяет, он никогда у тебя не купит продукт и не купит бизнес. Потому, может быть, это не самый быстрый путь, но сначала доверие, нужно сначала что-то дать, прежде чем получить. И мы готовы встречаться с людьми на бесплатных тестированиях, бесплатных мастер-классах, чтобы что-то дать, показать наш бизнес, показать лицом нашу косметику, вызвать доверие, а затем приглашать в бизнес и порционно, так сказать, дозированно давать информацию. С мотивационными роликами, путешествиями, приглашением на следующие мероприятия. И, конечно, мы берем контактные телефоны для того, чтобы сопровождать и оффлайн говорить о каких-то очень быстрых акциях, которые дает компания. То есть пользуемся всеми каналами коммуникации. Большие встречи в кафе с экспертами, это стало нормой. И раз в квартал у нас происходят встречи, посвященные самым крупным запускам, стратегическим продуктам компании Reflame. И сейчас на слайде вы увидите фотографии с запуска серии Nova Age с нашими косметологами, где все дамы, кому по возрасту эта серия подходит, все смогли протестировать. И прямо на этом мероприятии для тех, кто оформлял регистрацию, мы делали 20% скидки. Для тех, кто был консультантом уже и оформлял заказ, потому что в любом кафе есть Wi-Fi, вы можете присоединиться к интернету. Мы делали бонус, приглашение на мастер-класс декоративного макияжа и также поход в сауну, где можно было поухаживать еще и за телом. И таким образом, покупая серию, человек не выпадал из нашего, так сказать, внимания на три месяца, которые... в то время, когда он пользуется уходом за лицом. А у него есть еще планы, мечты на то, чтобы купить себе что-то из декоративной косметики или ухода за телом. Потому вот такие бонусы, акции, встречи, они делают очень приятными, очень торжественными и интересными наши встречи, на которые люди приходят. И мы зовем их как оффлайн, так и онлайн. И заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что все способы работают. Главное идти к своей мечте. И если вернуться к слайду «мотивация от», то это мотивация краткосрочная, это мотивация больше страха. Я не хочу вот такой страшной старости, я не хочу такое сморщенное лицо или я не хочу пустой кошелек. Мотивация страха очень короткая. А другая мотивация «к» – это когда бесконечные мечты, бесконечные картинки красивой жизни, улучшенных ваших условий жизни, качества вашей жизни, радостные картины ваших семейных праздников, ваших командных праздников. Это бесконечный источник вашей энергии, созидания и большого удовлетворения. И наша компания находится именно в этой энергетической части состояния мечты. Воплощая мечты, мы помогаем людям. И это очень важно. Вы в правильной компании, в правильное время. Время, когда нужны людям деньги, нужны новые возможности, новые подарки, новые инструменты. И мы в «Арифлейм» новые деньги, и мы в «Арифлейм» это можем дать своим людям. Поэтому я вам желаю энергии для того, чтобы этот месяц до конца года вы как на финишной прямой выложились на этой дистанции. И еще поставьте себе планы. 100 человек узнал о возможностях «Арифлейм». Тысяча человек, благодаря интернету, если говорить о современных методах, узнали благодаря вам о возможностях компании «Арифлейм». Энергии, лидерство. Помните, ради кого и ради чего вы это делаете. И знайте, что Роберт Афьокник готов пожать вам руку и с вами сфотографироваться на вашей первой золотой конференции. До встречи. Я рада была поделиться наработанными инструментами и большим счастьем тому, что я принадлежу большой семье «Арифлейм». Спасибо Александру за предоставленную возможность. Давайте поблагодарим Ольгу за выступление. Ольга, благодарим от себя лично и от имени всех участников нашего онлайн-форума. Я благодарю вас за потрясающее выступление. И давайте сейчас традиционно в чате напишите, каждый из вас, какую главную... Ольга. Ольга.